Ну что ж, дорогие друзья, сегодня 3 марта 2021 года и по многолетней традиции мы снова собрались здесь, на улице Зверенецкой, возле памятника воинам русским и болгарским, более 140 лет назад погибшим при освобождении Болгарии от Османского Ига. Организаторы встречи это общество дружбы Украина-Болгария, которое много лет возглавляет наш патриарх Юрий Иванович Седых, посольство Республики Болгария в Украине, общество культуры болгарского народа Родолюбия и мы представители кадетского содружества всеукраинской общественной организации. Мы здесь не случайно, потому что среди воинов, погибших при освобождении Болгарии, было много выпускников кадетских корпусов, пажеского корпуса, в частности, герой русско-турецкой войны генерал Иосиф Гурка, а также выпускники одесского и киевского кадетских корпусов. Так что мы здесь не случайно. К сожалению, сегодня не так много людей, как хотелось бы из-за пандемии. В прошлые годы мы приглашали сюда кадет, лице интерната номер 23, кадетский корпус, которые стояли здесь в почетном каруле. Ну что ж, мы думаем, что скоро все эти ограничения, связанные с COVID-19, останутся позади и мы снова будем праздновать, как раньше. А пока мы рады, что сегодня такой чудесный, солнечный, прекрасный день и мы вспомним всех воинов, которые, не задумываясь, отдали свои жизни за освобождение прекрасного, чудесного, веселого болгарского народа. Поэтому мне приятно сказать вам, что у вас сегодня, кроме праздника, мы с ним будем отмечать очередной юбилей на Газащину памятника, который был поставлен в Возвижен по восстановлению обоженнейшего Владимира 12 ноября 2010 года. Сегодня же одену стараться. Я хочу сказать, что мы очень все счастливы, и я счастлив, что вы пришли сегодня. А зараз я все уже, мы закинчиваем такое ступное слово, я закинчиваю режим. Батюшка, вы готовы? Да. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей. Болем Тися, услышу и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якогда Господь Бог ученит души, их и держит все праведнее, покаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление греховик. У Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим, подай Господи. Слава Тебе, Христе Божий, упованье наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресновик и веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Нету больше любви, нежели душу свою положить за други своя. Это слова Евангельские, это слова Христа, они исполняются и до сего дня в том числе. Так что Царство Небесное, дай Боже, чтобы память наша не украсала, чтобы наша память всегда была вечной, как и поем, вечная память, подай Господи, вечную память. А это значит, чтобы поколения, последующие поколения тоже принимали эту эстафету, поминовение усопших пиендах Бога Царства Небесное, вечное память. Цветочки. Это очень символично, потому что на этом месте мы в прошлые разы проводили такие мероприятия и в снег, и в дождь. А сегодня такой праздник, потому что Господь с нами. Батюшка, спасибо вам, вы сказали добрые слова, что нет более святости, чем отдать жизнь за друга своего. Поэтому на этом месте, вместе с нами сейчас, присутствуют души убиенных, которые отдали самое дорогое, что есть у человека, жизнь, отдали за брата своего. И нас, Болгария, Болгары, Болгарка страна, это наши братья, православные, православие, вере. Во всех наших деяниях, в нашей летописи много было страниц и трагических, и героических. И вот мы должны с вами нести эту эстафетную палочку, эту память на веки вечные. Поэтому я с большим удовольствием, с уважением, с почетом для себя хочу предоставить слово для выступления в эстелке. Пожалуйста, я тебе буду говорить на «ты». Позвольте, почему у тебя так, молодая, красивая? А потому что все вы, Болгары, такие нам родственные души, понимаете? И вот за 50 лет сколько было твоих предшественников, какие были ребята красивые, умные, добрые, порядочные, честные. Вот вы все, я обращаюсь и к Теодору, и вот нашему военпреду, покажитесь, пожалуйста, какой красивый у нас военный человек. Поэтому я больше говорить не буду. Выставка, пожалуйста, подходите. Спасибо, Юрий Вашин. Спасибо за добрия слава. Аз ще се опърна на български язик, защото така ме помолил посланика от негово имя, но преди да кажа неговите думи, искам само да кажа как вчера се подгоствихме за този ден. Полковник Рудобски ни показа снимки, които са от предишни чествания. И наистина това, което каза Юрий Иванович, тук сте били в сняг, в дъжд, в студено и по-рядко в токво време, за което ние днес сме щастливи. Наистина днес имаме огромното удоволствие да се радваме на този прекрасен злънчев ден. Също така да отбележим труда на Юрий Иванович за създаването на този праведник на това мясо. Ваше високе преосвященство, шановне Юрий Иванович, шановні співвичизники и приятелі Булгарії, Від името на извиннедлення и повноважен посланник Република Булгарія, в края на господин Костидин Коджабашев, Від імені повноважного и надзвичайного посла Республика Булгарія, в Костандина Костидина Коджабашева, Поднасям сердечни поздравления по случай националния непразник 3 марта. Дозвольте піднести привітання з нагоди национального свята Булгарії 3 березня. Найсветлата історическа дата в родния календар. Одна з найсвітлих дат в народному календарі. Която днес очитаме на това място, Яко сьогодні відзначаємо на цьому місці. Чувство на благодарност, приклонение и горд. Свідчуттям вдячності і поклонінням. Затем состоялось возложення венков і цветов, в якому середі офіціальних ліц також приняли участие перший секретарь посольства господин Теодор Савов, «Завовий». Военный, военно-морський і военно-воздушний атташе. Полковник господин Любомир Родобський, Второй секретарь посольства господин Стефан Сафрониев. Прозвучало много теплых, задушевных слов о многовековой общей истории, сотрудничестве, боевом братстве и дружбе украинцев и болгар. Свободу відчислий и волю народу, віддавая життя, йшли вони в бік. І в битві на шипці слов'яне були єдині в боротьбі за свободу і волю, за мирне небо над головою. На високому пагорбі України пам'ятник воїну, славу героям, збереже навіки. Наші братські вузи славян неразривні, наша дружба міцна на роки. Такі коротки вирши, але від сі деші, від сі го серце, в кола сі щеки переплоха. Прекрасно е, че носим България в сърцето си, където и да сме по света. Нисък поклон, пам'ят на загиналите за нашето освобождение. И безкрайно сме горди, че има такива хора, като Иро Иванович, благодарение на които имаме възмутността да дойдеме, да се поклоним, да имаме свято място тук в Киев, свързано с България. Защото, честно казано, освен този паметен кръст и пам'ятника на капитан Петкова вода, който действително е наша гордост и е на прекрасно място сътворен в Киев, благодарение на усилията и на асоциацията на българите в Украина, нямахме до 2008 година, ни нямахме такова свято място в Киев. Имаше улица Георги Димитров и на тази улица имаше просто паметна плоча. Това беше единственото свързано с България. Единственият такъв паметен знак. Нисък поклон да ви дава Господ здрави, скъпи Юрий Иванович, и да идваме много-много-много години, много е лета. И радвам се, че има млади хора, които продължават нашето тело, нашата прекрасна традиция, да пазим България в сърце. Дозволите ми да честяте този чудесен, прекрасен, национален български празник 3-ти март и от името на Центъра по българистика към Киевски национален университет Тара Шевченко, от всички колеги и българисти, и не само българисти, защото всички знаят днес за този празник, от нашите студенти, българисти, поради някои причини нямат възможност да присънстват днес. Но благодарение на усилията, може би не скромно звучи, но на нас, на преподавателите, все пак, ние се опитваме да направим всичко възможност, възможно паметта за загиналите за свободата на България, изобщо за паметни дати, да встанет паметта, да встанет вечно, и да я предала мне такое упопление в упопление. Вечна паметта, честит праздник на всички, и с ваших позволений, стоп отложатся. А завершилось мероприятие неформальным общением, с угощениями болгарскими деликатесами, которые подготовили заместитель председателя правления Общества дружбы Украина-Болгария, профессор Сергей Петков, и член болгарской национальной общины Украины Дмитрий Стоянов. Прекрасно, что спустя 143 года память о героических победах и освобождении Болгарии продолжает объединять благодарных потомков, что мы сохранили идеалы, дух и традиции, завещанные нашими прадедами. Спасибо вам.